Друзья, привет! Я обещала рассказать, как будет происходить принудительная расконвертация депозитарных расписок на российские акции. Итак, первое, что нам нужно с вами уяснить, это то, что речь именно про депозитарные расписки на акции российских компаний. То есть, например, такие бумаги, как X5 Retail Group, Ozone и так далее, Fixed Price, сюда не относятся. Это компании, зарегистрированные за рубежом, которые ведут свою деятельность в России. Это не российские юрлица. Поэтому, когда я говорю про расконвертацию расписок на акции российских компаний, да, вот именно российских компаний, то речь идет именно про акции российских, зарегистрированных в России юридических лиц. Итак, что нам с вами надо делать? Первое, что нужно сделать, это выяснить, в принципе, те депозитарные расписки, которые у вас есть, они попадают под эту расконвертацию или же нет. Где это смотреть? Это можно посмотреть на сайте Московской биржи в разделе новостей или через поиск. Либо вот вам список. Вы можете сейчас поставить видео, например, на паузу или сделать скриншот и сравнить вот этот список с бумагами, которые есть у вас на счете. Обращайте, пожалуйста, внимание. Вот у вас ICIN-коды, ну, вот у вас там рядышком тикеры. Вот они. Соответственно, если у вас что-то из этого есть, да, у вас есть расконвертация соответствующих депозитарных расписок. Что мы делаем дальше? Пункт номер два. Вам нужно уточнить, а в каком депозитарии хранятся ваши права, учитываются ваши права на эти расписки. Если депозитарий российский, то вам больше делать ничего не надо. Вы просто сидите, ждете в районе середины, примерно сентября, у вас должны на вашем брокерском счете материализоваться уже непосредственно акции. И ничего, никаких дополнительных действий от вас не требуется. Если у вас расписки расконвертируются, но депозитарий у вас иностранный, то вам нужно уточнить у вашего брокера, собственно, все ли нормально, нужно ли от вас какие-то действия, не нужно, и есть ли какие-то препятствия в связи с, возможно, санкциями, блокировкой и так далее, что расконвертация вот так вот легко и просто играючи пройти не может. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, что расконвертация пройти не может, потому что есть, ну, например, из-за того, что депозитарий иностранный, последствия санкционные, у вас это все заблокировано, вы не можете пройти в эту расконвертацию, то вы тогда делаете следующее. Вы требуете принудительной расконвертации. Да, именно принудительной расконвертации, так это и называется. Как это происходит? Вы выясняете, какой российский депозитарий хранит акции, на которые выпущены расписки. То есть, если у вас депозитарные расписки на акции Сбербанка, вы ищете, какой российский депозитарий хранит акции Сбербанка. Ну, то есть, является кастодианом. И далее, не позднее, чем 11 октября, вы должны этому кастодиану в свободной форме предъявить требования заменить ваши депозитарные расписки непосредственно на акции, на которые они были выпущены. И до 26 октября кастодиан все проверяет, и если все нормально, он открывает у себя счет депо и зачисляет на него акции. Ну, и далее вы можете эти акции перевести в другой депозитарий по вашему выбору, к вашему брокеру и так далее, и так далее. Где можно узнать, собственно, где учитываются, в каком российском депозитарии учитываются акции, на которые выпущены депозитарные расписки, которыми вы владеете. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту ссылочку на сайт Центрального банка Российской Федерации. Если мы по этой ссылочке пройдем, то мы видим вот такую вот историю. У нас всего 5 таких депозитариев-кастодианов, которые хранят акции, на которые выпущены депозитарные расписки. Самым частым здесь является Райфайзенбанк. Например, если у вас депозитарные расписки, ну, например, на Мечел, ну, например, на Аэрофлот, ну, например, на Норникель и так далее. И если они, собственно, входят в программу расконвертации, то вам надо писать Райфайзену. Если у вас депозитарные расписки на Газпром, тогда вы пишете в Газпромбанк, ну и так далее. То есть вы видите, да, вот здесь у нас все-все с вами бумаги. И вы пишете непосредственно в этот депозитарий, в Райфайзен, Сити и так далее с требованием о принудительной расконвертации. Конечно, это не просто имейл под названием «Меня зовут дядь Вася, я хочу там расконвертироваться». Вам нужно приложить документы, которые подтверждают ваши права на вот эти вот акции и, соответственно, ваши права на депозитарные расписки. И тогда все будет нормально. Успеете это сделать не позднее 11 октября. Можно раньше, позже не получится. Ну и если у вас ваши депозитарные расписки не проходят расконвертацию, а продолжают торговаться на бирже, то, в принципе, вы можете все равно потребовать их сконвертировать в акции. Для того, чтобы удостовериться, можете вы действительно это предъявить или нет, вы можете посмотреть правила выпуска этих расписок. Как правило, там этот право всегда учитывается. Ну и напомню, что если вдруг какой-то российский брокер, какой-то российский депозитарий отказывается с вами коммуницировать, выполняется условие договора, нарушает ваши права и так далее, вы всегда можете пожаловаться в Банк России. Ну, в частности, через интернет-приемную. Если вы понимаете, что у вас проблемы с иностранной инстанцией, то тогда ЦБ, конечно, здесь не поможет. Здесь нужно работать непосредственно с иностранными профучастниками, с иностранными регуляторами. Вот такая краткая инструкция по работе с депозитарными расписками. Вы, еще раз говорю, можете ее еще раз просмотреть, сделать скриншоты, чтобы вы могли в спокойном режиме сверить, у вас есть расписки под расконвертацию или нет, и что с этим совсем делать. Я напомню, что ссылочка на мой телеграм-канал в описании, ссылочка на мою консультацию в описании к этому ролику. Ну и напишите мне, пожалуйста, какие новые темы вы бы хотели, чтобы я раскрыла дополнительно. Я завтра планирую сделать ролик на тему того, почему доллар и евро перестали быть нормальным обеспечением с точки зрения биржевых операций и операций на срочном рынке и так далее. Что это значит для нас с вами, как для частного инвестора. Тоже напишите мне в комментариях, интересно вам эта новость или нет. Ну и, конечно, любые предложения более чем welcome. Я стараюсь всегда смотреть на ваши комментарии и делать ролики максимально оперативно. Продолжение следует...